Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуй! Здравствуйте, льтица моя! Лёшенька! Лёшенька, это ты! Это ты! Да, конечно, я. А ты что, сейчас с первого страшного целуешься? Ну зачем ты так говоришь? Просто я так по тебе соскучилась. Я тоже. Будто сто лет тебя не видел. Сегодня целый день на меня на фабрике смотрел. Что, заметно? Мне? Да. Знаешь что? Что? Я люблю тебя. Скажи ещё. Я люблю! Тише, что ты? А зачем? Если об этом можно кричать? Я люблю тебя! Ты сумасшедший! Я тоже тебя люблю! О, господи! Как хорошо! Как хорошо! Лёш! Что? Я боюсь. Чего вы? Тётки! Варя! Чего ей боится? Ну, с одной стороны, она меня любит. А с другой стороны, всё ворчит, ворчит. Она такая подозрительная, что у меня сил уже нет. Я не знаю, что придумать. Думаешь, уже догадывается? Не знаю, но, по-моему, скоро начнёт. Потому что я уже вторую неделю каждый вечер у подружки пропадаю. Ну, а что, если хорошая подружка? Да. Только она спрашивает, почему бы и подружки к нам не прийти? Да. Для подруги это будет достаточно проблематично. А что теперь делать? Ну, не знаю. Ну, придумай, Лёш. Лёш! Ты что? У меня есть гениальный план. Правда? Ты же в эту субботу собиралась к ехать к родителям, так? Да. А ты что, хочешь поехать со мной к моим родителям? Да. Ну, в следующий раз. А в этот раз мы встречаемся на вокзале. И едем в область. Проводим там целый день. Потом ты садишься в поезд и едешь со своим родителем. Я возвращаюсь в Лиговск. Но у нас в запасе целый день счастья! Ну, что скажешь, Пикса? Лёшка! Лёшка, я люблю тебя! Суббота! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Какие красивые! СМЕХ Какие цветы! Как они пахнут! Так, давай нам организую посудину для этой красоты и принеси шампанское! Шампанское! Шампанское. Может, будем шампанское? Я не знаю. Я и так уже как будто пьяная. Давай-ка, давай. Что родителям скажу? Скажу честно, что была в кино с подругой. Да? И вы позволили себе чуть-чуть в честь выходного дня. Все честно скажу? Разумеется. Про все про все? Конечно. И про аттракционы, про мороженое. И про то, как с подругой все кино процеловалась. А что, тебе не понравилось? Понравилось. Жалко, сеанс короткий. Вы уже решили, что будете заказывать? Я что-то есть теперь хотела. А мы на автобус не опоздаем? Подожди минуту, хорошо? За тебя. А вот так. Так. Птица чего? Это дорого все. Я лучше на эти деньги еще кофточку себе куплю. Ну, ты же не можешь ходить в новой кофточке и голодная? Могу. Я всегда так делаю, когда что-нибудь себе покупаю. Только не сегодня. Потому что сегодня здесь командую я. Так что будет и новая кофточка, и мясо по-французски. А сколько это стоит? Наташа. Ну ладно. Только в магазине мы все равно не успеем. Скоро последний автобус. Жалко. Теперь только через неделю. Да. Это неправильно. Я, например, не хочу ждать. Я тоже не хочу ждать. Так. Надо что-то придумать. Надо. Теперь твоя очередь. А я? Да. А знаешь, я тетке скажу, что работает сверхурочно. Она жадная, она поверит. Молодец. Толк ты? Деваться все равно некуда. Городок-то у нас. Все на виду. Птицы. Земля-то большая. Куда-нибудь дотянешься. Мы еду-то не заказали. Точно. Мы решили. Нам два раза. Мясо. По-французски. В общем, как я и докладывал, из 120 машинок в первом пошивочном у нас сегодня в воровочном состоянии только 80. 35 из которых требуют совершенно значительного ремонта. Да ладно тебе. У тебя с машинками все в порядке. Мотором. У пяти не хватает приводных ледней. Вообще у нас проблемы с новыми. Привозь. Зато вот у Гусева в смене совсем другая картина. Наладчики по цеху будто бабочки летают. Им скучать некогда, потому и оборудование работает, как часы. Спасибо, Юрий Кузьмич. Так, теперь о главном. Все, это надолго. У нас минимум на главном, на час. На этот раз коротко. Немецкий заказ у нас заканчивается. Мы, конечно, честно говоря, рассчитывали на его продолжение, но судя по поведению наших партнеров, этого, скорее всего, не случится. А что, качество не устроило? Нет, качество их как раз устроило. Так что ты можешь не переживать. Конкретно твоей вины в этом нет никакой. А все остальное тебя вообще не касается. Так, теперь, собственно, то, что касается всех. Так, сокращение объемов влечет за собой сокращение штатов. Это понятно. Да, конечно, понятно, Игорь Сергеевич. Просто людей жалко. Ну, извините, Юрий Кузьмич, у нас здесь производство не богадельное. Значит так, всех новеньких по окончании заказа будем увольнять. Как увольнять? А что ты так удивился? У нас на этот счет существуют совершенно законные процедуры. Две недели, а потом под расчет. Ну, это просто расточительно. Мы столько времени потратили на их обучение. И, кстати, не напрасно. Я должен сказать, что многие из них оказались очень способны. Я не понимаю, у нас новый начальник швейного производства? В общем, так, Юрий Кузьмич, кого увольнять, сами решите. Вам виднее. Тем более, я смотрю, у вас советчиков хватает. Просто хотел поделиться своими соображениями. Свои соображения, так же, как и симпатии, я попрошу вас, Гусев, оставить при себе. Что вы имеете в виду, Игорь Сергеевич? Именно то, что сказал. Соображение. Так бы сказал, что бабы покоя не дают. Все, сообщение окончено. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня какой-то не такой. Ты чего, какой-то не такой? Ну, не знаю. Какой-то сосредоточенный. Что-то случилось? Есть немного. На работе? Ну, да. Не хочешь говорить, не надо. Ну, не обижайся, птица. Все это сложно. Ты что-то таки про сверхурочные сказала? Сказала. Что, поверила? Разве мне можно не поверить? Глупо это. Любовь с вранья начинать. Скоро уже не надо быть. Ты о чем? Да так, все нормально. Я с тобой совсем не боюсь. Вот ты сказал, а я тебе верю. Слышно, это Наташка. Знаешь, я никогда не думал, что любовь это вот так. Как так? Ну, я всегда думал, что это... Ну, страсть. Ну, ты чего? Ну, когда очень сильно тянет к другому человеку. А любовь это оказывается вот так вот. Ну, когда вместе? Ведь это же чудесно, что есть ты. И ты. И ты, Леш. И нам ведь никто не нужен. Вот смотри, как здесь красиво. Не потому что лес такой, а потому что в этом лесу мы. И все совсем другое. Звуки, краски другие. И так будет всегда. Всегда так быть не может. Я взял и все испортил. Может быть, ты мне все-таки скажешь, что у тебя там на фабрике произошло? Давай не думать. Давай не думать. О, исхода вот у меня, Наталья. Где ж это видно-то, что всю неделю чуть не до помощи замучила, видать, вас начальство? Да нас же не заставляет никто. Хочешь – оставайся. Хочешь – нет. Просто надо заработать побольше. Пока есть такая возможность. Заработает она. Вон круги под глазами. Заработала себе. А может, ты тетке-то просто мозги пудришь? А сама к парню какому задрав хвост бегаешь? Ой, ой, глазки-то, глазки-то нас забегали, заморгали. Ну-ка давай, выкладывай. Вы что выкладываете-то? Мне бы такое даже в голову не пришло. Ну что, я врать, что ли, вам буду? Другим приходят. И тебе пришло бы. А что, вы тоже обманывали своих родителей, когда с парнями встречались? Ну, а как же. Не без этого. Только я тебе так скажу, Наталья. Дурное дело нехитрое. Котлетка какая вкусная. Ты мне своими котлетками к мозге не парь. Принесешь вон в подоле, сама не заметишь, как. Смотри, Наталья, я, конечно, шпион, и за тобой не собираюсь. Ну, только если я узнаю. А я узнаю. Ты не сомневайся. Быстренько соберешь манатки и поедешь в свое Дьяково под материн глаз. Угу. Там в деревне-то особо не погуляешь. Не с кем. А тут все-таки город. Кто не оплатил проезд, не забывай платить. Мань, привет. Привет, привет, привет. Давай. Молодец. Все передали. Давайте. О, извините. Далеко едем. Понятно. Разговор не завязывается. А ты-то куда намырался? Да так, а ты куда? Да, к родственничку к одному. На день рождения еду. А что не на машине? Так что, выпить можно было. Ага. Так ты ночевать бы остался? Да не, ночевать не могу. Потому что с утра придут, целая куча свотов, потом не отмажешься, правильно? Да, серьезно дело поставлено. Слушай, а может со мной поедешь, а? Давай девушку пригласим, а? Приглашаю. Не хотите? Зря. Слушайте, закуска с огорода, водку я с собой везу, а? Да нет, у меня дела. Да и у тебя всегда дела. Такой деловой стал. На кривой кобыле не подъедешь. Ладно, слушай, а тебе где выходить-то? Может, когда-нибудь зайдешь, по-моему, я и все, а? Ух, как мне сейчас. Да? Да. А мне через две остановки. Ну ладно. Леха, давай. Я обязательно зайду. Все, счастливого пути. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Господи, Ну что случилось? Я так переволновалась. Да все нормально. Ну вообще, откуда он взялся-то? Ну пришлось идти. Потом автобуса целую вечно ждал. Как жалко. Что-то взял и украл у нас весь вечер. Проклятый город, Никуда не спрячешься. Ну извини, что так вышло. Да у меня тоже не важно. А у тебя что случилось? Да тетка, Варя. Что, что, заподозрила, что ли? Не знаю, но в моих сверхурочные она уже не верит. Говорит, маме пожалуются. Ну пойдем на наше место. Да нет, куда уж. Пока дойдем. Ну, автобус последний остался. Давай мы уже здесь подождем, а? Тебе нужно снять комнату. Для чего? Ну как зачем? У нас нет другой выход. Наверное. Не наверное, а нет, ну мы же говорили, ты согласилась. Что ты ждешь-то? Не знаю. Ну пойми, ну нельзя у меня встречаться. В моем доме половина людей из комбината живет. Я понимаю. Не, ну ты не будь, ты не будь. Я с деньгами помогу. Это единственный выход. Ты что, замерзла? Угу, У меня немножко. Руки холодные. Я понимаю, ну просто... Ну что? Нет, ничего. Если тебе так нужно... Это не мне. Это нам нужно. Ты сошла с ума? Я нормальная. И чего удумала? К чужим людям перебираться и еще за это деньги платить? Разве плохо тебе тут было? Что я тебе плохого сделала? И покормлена. И вроде, когда постирать могу. тут на тебе. Тетя Варенька, ну разве я говорю, что мне плохо у вас? Просто вы сами говорили, что сверхурочные меня замучили. А добираться до вас не близко. Автобус вон пока дождешься. А поздно одной возвращаться страшно. Тем более, скоро вам темнеет, рано начнет. А тут доработать два шага и с подружками по пути. С подружками? Вот это я поняла. С подружками. Ой, не доведут они тебя до добра. Тетя Варь, ну зачем так? Ну это тут при чем? Я своим умом живу. Вот именно, что своим. Ведь непонятно, чем голова-то набита. Да что вы со мной, как с ребенком? Ну как же! Все вы сейчас одинаковые. С виду только, что вы взрослые. А так все дети малые, несмышленые. Да? Вот я в твои годы была взрослая, это да. Ладно, я пойду. Тетя Варь, не обижайтесь. Взрослая она. Угу. Не нравится мне все это. Ура! Снег! Лечка! Ура! 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 Господи! Как хорошо! Почему ты не радуешься, что снег? Не радуешься? Я тоже очень люблю снег. Только снег – это значит, что скоро зима. Ты что? Здорово! Мы же не сможем с Димой напролет вот так вот просто гулять. Ну, почему? Просто замерз. Скажи, а почему я не могу к тебе приходить? Ты же специально переехала от тетки, чтобы я к тебе приходил. Тем более, у тебя отдельный вход, и если я приду, об этом вообще никто не узнает. Наташа, ты чего молчишь-то? Разве нам вот так плохо? Как? Вот так, как сейчас. Послушай, птица, мне очень хорошо. Очень хорошо с тобой. Просто с тобой. Но мы не можем всю оставшуюся жизнь вот так вот... просто гулять. Наверное. Я не понимаю, ты... Ты чего меня боишься? Я боюсь. Себя боюсь. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Мерзни, мерзни, волчий хвост. Ты чего стоишь, замерзнешь ведь? Попрыгай, согреешься. Наташа, я больше сюда не поеду. Почему? Потому что это полный идиотизм. Ездить, что ж знает куда, и слоняться по лесу. Просто потому что ты не хочешь пускать меня к себе. Почему? Ты просто скажи, почему. Ну, я же сказала, почему. Ты меня извини, но, по-моему, причина в чем-то другом. В чем же, Леш? В том, что ты меня больше не любишь. Вы что, действительно не понимали, чего она боится? А если понимали, то почему так настаивали? Да понимал, конечно, почему нет. Если в тот момент она предложила пожениться, я не задумываюсь кинул себя в ЗАГС. Это вы сейчас так думаете или тогда? Тогда я вообще ни о чем не думал. А вот это больше похоже на правду. Тогда почему вы сами не предложили ей выйти замуж? Я не знаю. У нас тогда даже как-то такого вопроса не возникало. Мне казалось, что я ее люблю. Вам казалось или вы любили? Андрей Данилович, а вы сами всегда в состоянии правильно ответить на этот вопрос? Продолжайте, Гусев. Ваша честь, господа, я думаю, что у моего подзащитного к этому времени просто сложился комплекс неудач по отношению к женщинам. Если вы помните, у Алексея и Жанна Гузенко тоже было взаимное влечение, но она всегда находила причины, чтобы не вступать с ним в интимную связь. Но простите, в Лиговске многих девушек он отверг совершенно самостоятельно. Вовсе нет. Каждый раз это были некие весомые внешние причины. Спасибо, Борис Львович. Ваше замечание было интересным. И все-таки, Гусев, расскажите, что же думали вы? Да ничего не думал. Просто обиделся. Жестоко обиделся. Как не обижался, наверное, никогда в жизни. Привет. Что поделываем? А что поделаем? Как всегда, иголки ломаем. Понятно. Стабильность – признак мастерства. Ну, даже не сомневайтесь. Я бы на вашем месте подумала о премиарнике для отличных работников. Подумаю. Если хорошо вести себя будете. Маш, Алексей Александрович, как вы скажете? Скажете «хорошо» – будем хорошо себя вести. Скажете «плохо» – будем плохо. Я сказал «хорошо». Жаль. Так, все, я не буду вас отвлекать. Да вы нас, Алексей Александрович, не отвлекаете. Как ты не отвлекаете? Отвлекаете, конечно. Но отвлекаете почаще. У нас от этого производительность трясет. Конечно, а то здесь сидим целый день, друг на друга пялимся. А здесь хоть на интересного мужчину посмотреть. Так, Людка, слушай, за шлом своим посмотри. Работайте уже. Обед скоро. Пошли, Александрович. Алексей Александрович. Я занят. Слышь, Воронцова, ты очередь займи. За мной будешь. Ты обед-то пойдешь? Боюсь, не успеем. Надо список подготовить на увольнение. Торопит чердых по-браму. Да уж. Перестарались. Бизнесмены хреновы, а? Им бы только шерсть и клок урвать. А ну, людей им. С высокой колокольной. Вон, прежний-то начальник. Что-то у тебя здесь сидел. Ведь он 15 лет на фабрике от барабана. А оступился и... Все. Это Виноградов, что ли? Да. А ты разве его знаешь? А, приходилось встречаться. Слушай, Зин, а как так это с ним случилось-то? Ну, ведь, ну, ну, не глуп человек. На фабрике много лет проработал. В порядке же он знал. Да не в порядках дела. Эх, Алексей Александрович. В зависти людской. Это ты о чем? Да ведь ясно же все. Что с начальником вместе, тому и куш больше совмещали полезное с приятным. Да это при тебе у нас сейчас все по справедливости-то стало. Вот тебе работа, вот премия. А раньше у нас все по любви было. Вот кому этой любви не досталось, тот и стукнул на нашего недотымку. И ты знаешь, кто? Да как мне знать-то-то? Что, это секрет, что ли? Людка, конечно, кто же еще-то? Ой, какие она хороводы вокруг него водила. А Ритка-то пошустрее оказалась. А что это ты вдруг виноградом заинтересовался, а? Да интересно просто. Интересно ему. Да, с нами бабами завсегда интересно. Только поосторожней надо быть. Мы народ влюбчивый. Присохнем, не оторвешь. Оторвешь так с кожей. Обедать пойдешь? Нет. Список надо закончить. Ну, давай. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово, Алексей. Я что теперь, за каждой бумажки сам ходить должен? Где в списке на увольнение? Неужели за дело кадр в три раза звонили? Я думал. А о чем там думать? Был приказ. Всех новеньких на выход. Был приказ провести сокращение штатов. А кого увольнять, новеньких или стареньких, нам решать. Игорь Сергеевич сказал, на ваше усмотрение. Оно может и так. Только я знаю, что хочет он совсем другого. Чего он хочет? Он хочет, чтобы его приказы выполнялись без обсуждений. Так что, Треш, лучше будет сделать, как сказано. Да при чем здесь, как лучше или как хуже? Вы же сами говорили, все зависит от того, как человек работает. И если одна тупо тянет лямку от звонка до звонка, а другая за это время перевыполняет норву, то, по-моему, лучше оставить последнюю. Даже несмотря на отсутствие у нее стажа. Узнаю гусевскую хватку. Ну что, спорить с тобой не буду? Тебе с ними работать. Хотя я бы на твоем месте все-таки подумал. Подумаю. Что делать-то, девочки? Делать-то что теперь? У меня мать еле ноги волочит. Брат, брат, еще школу не закончил. Что делать-то? Батя тебе причитает. Пробегись по фабрике, поспрашивай. Может, где, в другом цеху место найдется. Да откуда найдется-то? Кругом сплошное увольнение. И главное, за что? Вот за что я пять лет отышачила? Что я хуже других, что ли? Вон Воронцова. Ее-то оставили. А на безгоду неделя на комбинате. Да ладно, подруга, хорош ныть. Переживем. А эта Воронцова пусть своим местом подавится. Ты-то вот таким местом думаешь, Львтина. В чем она виновата? Работает девка хорошо. Вот ее и оставили. Значит, получается, никто кругом не виноват. А то ты не знаешь, кто виноват. Действительно. Хочешь права качать? Вон, иди к начальству. И пойду? Да пойдешь. Конечно, пойду. Да никуда ты, Львтина, не пойдешь. Это почему это? А потому это, что она тебя уволит. А вам всем здесь ваши шкуры гораздо дороже, чем правда. Да пошла ты, а. Я тут перед ней распинаюсь, а она такое несет. Вон пусть Воронцова за тебя идет и просит. Львтина, постой. Да пусть катится. Да пошли, а. Алексей Александрович, я прошу вас, верните Люду в цех. Это невозможно. Приказ уже подписан. Зачем ты это сделал? Что? Уволил Люду, оставил меня. А ты не догадываешься? Хорошо. Стараюсь тебе объяснить. Это единственная возможность видеть тебя здесь. Но ведь это жестокое. Да. Обратить полезу до посинения, это не жестоко. Как ты можешь так говорить? Ой, извини. Теперь же ничего нельзя изменить. Можно. Я не знаю. Зато я знаю. Я буду ждать тебя сегодня. На десять. Где? Дома. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, птица... Привет... Проходи... Ты... Прости меня... Нет, это... Ты меня... Прости... Я... Я... Я люблю тебя... Продолжение следует... Лёшенька... Давай уедем отсюда... Куда... Куда угодно... Просто туда, где нас никто не знает... Где никто не сможет нам мешать... Мы же действительно не можем всю жизнь... Ото всех прятаться... Обязательно уедем... Только нужно немного подождать... А чего ждать-то... Понимаешь, птица... Я ведь только здесь по-настоящему жить начал... Человеком себя почувствовал... У меня ничего не было... А сейчас все только начинается... А начинать все сначала... Нет... Лёшенька... Что ты... Ты везде сможешь... Ты же такой... Какой? Талантливый... Не знаю... Не уверен... Зато я знаю... И у тебя обязательно все получится... Вот увидишь... Конечно получится... Но не сразу... А еще знаешь, что можно сделать? Что? Пожениться... Этого нам точно никто не может запретить... Конечно... Только тогда... Все равно кому-то придется уйти с фабрики... Ну и что? Что фабрик, что ли, больше нет на свете? Ты же сам говорил, что земля большая... Конечно большая... Конечно большая... Только нам хорошо сейчас именно здесь... И я не хочу никуда торопиться... Потому что я тебя люблю... И всегда буду любить... Всю жизнь... Гораздо дольше... Давайте называть вещи своими именами, Гусев... Получается, что вы просто купили любовь девушке... Купил? Да нет, что вы... Конечно нет... Ну откуда я знал, что она примет такое решение... Я боялся ее потерять... То есть вы искренне любили Наташу? Да, конечно... Я может и теперь... Ну... Договаривайте, Гусев... Нет, извините... Я договорил... Что ж, если я правильно понял... Вы частенько стали, так сказать... Захаживать к Воронцовой... Я приходил к ней каждый день... Каждую ночь... И продолжали давать ей лживые обещания... Да почему лживые? Ведь я же... Был тогда абсолютно счастлив... Я верил, что все так и будет, как мы с ней мечтали... И как долго продолжалось... Это ваше счастье? Почти до Нового года... С Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Спасибо! Эй! Привет! Привет! Какими судьбами? Вот! Подарок обкатываю! Как тебе? Да... Неплохой подарок на Новый год! Мне ее летом подарили... Все права лень было получить... А теперь по какому поводу? Опять на охоту? Честно... Ностальгия замучила... Не по Игорю, случайно? О, нет! Я из Москвы сбежала... В родителей, в Харшавеле... А мне надоело... Ну, скукота смертная... Поэтому мы с девчонками решили Новый год здесь встретить... А потом обратно на сессию вернемся в Москву... А... Оля тоже приехала? И Оля, и Аня! Все приехали! Еще ребята институтские! Мы их соблазнили местной романтикой! Ну, а ты-то как? Что здесь делаешь? Да так и... Счастье еще! Ну и как, нашел? Кажется, да! Вот сейчас домой понесу, чтобы не потерять! Может, тебя подвезти? А... Нам по пути? Ну, это Лиговск! Здесь 7 всегда по пути! Садись! Давай! Всё! Поехали! Аллах! Поехали! Лев... Лев! Грер! Лев! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ты знаешь, он оказался прав Да, действительно Кому придет в голову Пробовать спорить с самим Игорем Сергеевичем? Я пробовала Ну и как? Скучно Игра, в которой всегда тупо проигрываешь А ты проигрывать не любишь? Не умею Ладно, пустой разговор Подарки-то кому? А, в семье? Кому же еще? У нас несчастный, одинокий мальчик А может, я тебя зря жалею? А это у нас не такой уж и одинокий? Конечно, зря У меня в цуху около ста красавиц Половина из которых просто мечтают Скрасить мое одиночество О, да вы у нас просто султан какой-то Да, если бы Боюсь, что скорее евну У нас в гареме такие порядки, что А султан у нас тогда получается Игорь, что ли? Типа того Ну, что ты хотела? Какой султан, такие порядки? Погоди, меня туда свернули Туда, туда С одиночеством надо бороться Да нет, Саша, понимаешь, у меня дела Да какие дела? Я объявляю сегодняшний вечер абсолютно свободным А ты куда собирался? Ну, я же говорил, домой Ну, вот мы и едем домой Только не к тебе Спасибо Спасибо Субтитры подогнал «Симон» 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 Саша, ты извини Но я, наверное, пойду Уже? А что случилось-то? Мне надо Ну, подожди, я тебя провожу Так что случилось? Чего ты вдруг сорвался? Я надеюсь, это не из-за Игоря? Да нет, конечно Я же тебе говорил, у меня дела Мне нужно еще на фабрику подскочить Зачем? Люди в ночной вышли, их же надо проверить Так Игорь же здесь Пусть он позвонит, чтоб кто-нибудь другой проверил Он же твой начальник Надо мной до Игоря, знаешь, сколько начальников? Он же у нас небожитель А я, извини меня, вот по земле хожу Извиняю, ходи дальше Мне вообще нравится, когда по земле ходят Ну, пока Надеюсь, что увидимся Я тоже надеюсь Жалко, конечно, но раз надо, так надо Пока 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 Ну кому ты об этой тачке итальянской расскажешь? Кому? Ты клиренс там видел? Кулак не пролезет По нашим-то дорогам, на кой черт она мне в Лиговске сдалась-то вообще? Ну я не знаю, а мне нравится Я ее прошлым летом в Каннах пробовал Красотища Ну хватит уже, ну надоели вы все, а? Ну давай что-нибудь поделаем, а? Ну скукотища Давайте танцевать, а? Ой, Сашка, ну наконец-то скажи Действительно, что сидим? Для этого, что ли, 300 верст из Москвы сюда ехали? Ромка, давай, заводи А вставайте, вставайте, ну что сидеть? Давай танцевать, ну, поехали! Ууу! Саш, ты чего? Ничего Ну а ты что, сидишь? Да-да. Ну что, проводила свою мечтную находку? Проводила, а что? Нет, ничего. Тебе не кажется, что ты ему слишком много времени уделяешь? Могу и тебе уделить, если ты перестанешь на меня наезжать. Так я же не на тебя наезжаю. Тем более, терпеть не могу, когда ты такой. Извини, я больше не буду. Я соскучился. Не веришь? Верю. Слушай, Игорь, а что вы там у себя на комбинате? Перед Новым годом все с мобс ходили? А что такое? Вкалываете круглые сутки. Ты о чем? Да, он Алексей потащился туда на ночь глядя. На комбинат сейчас? Странно. А что тут странного? Это ты сам себе начальник, а кто-то работает, между прочим? Да нет, о чем речь? Росоцентральный кадр. У нас просто сейчас на комбинате вечерних смен нет. Нет? Нет. Вот как? Вот так. Ну нет, и ладно. Обвиняемый. У суда создалось впечатление, что вы начали что-то недоговаривать. А вы могли бы перечислить всех присутствующих на той вечеринке? Нет, ваша честь. Почему? Ваша честь, насколько я понимаю, ни у обвинения, ни у защиты нет необходимости уточнения имен этих людей, поскольку это не имеет прямого отношения к преступлению. Хорошо. Продолжаем. Итак, Гусев, вы ничего не рассказали Воронцовой ни о своих новых знакомых, ни о том, где вы были. Нет, в тот раз нет. В конце концов, я же пришел вовремя. Я всегда приходил к ней довольно поздно. Когда хозяева дома уже ложились спать. Ты какой-то не такой сегодня. Ты чего? Какой же я не такой? Не знаю. Ты как будто где-то далеко. Что? Леша. Ты со мной? Я с тобой. Здесь? Рядом? Конечно, рядом. Ты же мой. Да я твой, а чей же еще? Да что? Не волнуйся, хороший мой. Я не буду. Ты только люби меня. Люби, пожалуйста. Я люблю тебя. Скоро Новый год. Совсем скоро. У меня этот год такой счастливый был. А у нас теперь все годы будут самыми счастливыми. Ой, как хочется, чтобы все это было на самом деле. Ты что, птица? У нас что, по-твоему, не по-настоящему? Нет, что ты. Еще как по-настоящему. Просто все как-то сразу. Так это же здорово. Да. А давай махнем в новогоднюю ночь в Москву. Я все придумал. Пойдем в ресторан. Ну, там шампанское и все такое. А потом завалимся в какую-нибудь шикарную гостиницу, а? Нет, Лешенька. Ничего у нас с тобой не получится. Почему? Да что ты так испугался? Мне просто на Новый год надо домой поехать. Родители очень просили. Они же у меня там совсем одни остались. Я не могу. Миленький. Не могу сказать нет. Ты им, значит, не можешь, а мне вот так. Пожалуйста. Ну, что ты сердишься? Это же всего на пару дней. А потом мы снова будем вместе. Вместе? Где здесь? Вот в этой норе? Шептаться и шарахаться от каждой тени за окном? Зачем ты так? Мы же не можем по-другому. Вот именно. По-другому. Леш! Постой, Леша! Не шуми. Соседи разбудишь. Ну что, Воронцова, сокровища пересчитываешь? Пересчитываю. А тебе-то какое дело? Вот зачем тебе деньги? В кино ты не ходишь. Новые вещи ты себе не покупаешь. Так я же родителям деревни. Да на что ей вещи-то? Она одна живет. Перед кем я его кабучиваться? Он другое дело, Ленка. Ей теперь долго придется за частики отрабатывать. Да с кем там отрабатывать? Поставил ему бутылку на Новый год. Он всю жизнь будет помнить. А вот это, Алька, не твоего ума дело с кем и как. Бутылку. Ему только поставь. Он до Нового года вырубится, и ночь пропала. Вообще накормить правильно нужно. Тогда он дольше продержится. Да я вроде и так стараюсь. Так у нас все не как у людей. Он пьет, а я закусываю. Да не слушай ты хлеб. Купи лучше своему Сереже вместо бутылки подарок какой-нибудь красивый. А что он понимает? Красивый, некрасивый. Да ты лучше белье себе красивое купи, дура. Правильно. У меня соседка в прошлом году купила белье, одела. Муж неделю не пил и стал на ночь с собой чистить. Что, серьезно? А то. Ты послушай, что эти умные люди говорят. Так, девчонки. Давайте скажем по тридцатнику. Это еще зачем? Подарок начальнику нашему Алексею Свету Александровичу. Давайте, 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 давайте. Так. Давай. Ой, слушайте, почти три тысячи получается. Ну, а что покупать будем? Не знаю. Может, часы какие-то на стену, а? Давайте ему галстук купим. Тоже мне подарок нашла. Да он любит, я знаю. Это откуда ты знаешь, что он у нас любит? Так ведь начальство, оно на виду. Разве не видно, что он хорошо одевается? Правильно заметила, а? Вот что, что одеваться, то он умеет. Да где же такой галстук-то за три тысячи взять? Я в торговом центре видела. Девочки, да на такие деньги можно месяц прожить. Ну, так ведь это подарок. Ишь ты какая. То она деньги за сиськи прячет, а то тут тысячами разбрасывается. Сыпайся, Левтина. На, держи. Сама купишь и сама ему от всего цеха подаришь. Да я-то почему? Да потому что только ты знаешь, что у нас начальство любит. Привет, Анечка. С наступающим. А где все? Уже в кабинете? Ой, забыл вас предупредить. Совещание перенесли на завтра. Ого. Начальство гуляет? Кто у него там? Сестра с подругой из Москвы. Они сейчас куда-то уезжают. Сказать, что вы пришли? Да нет, зачем? Я пойду. Не знаю, как вы. Я сегодня в Москву. Это тоже мне удовольствие. Новый год в Либерске. Вы ко мне? Я? Нет. Я просто не знал, что совещание отменяли. А что так официально? Вчера все вроде были на «ты». Привет. Привет. А я вот пытаюсь Игоря уговорить остаться с нами на празднике, а он сопротивляет. Я сопротивляюсь. Я тоже в Москву хочу. Предательница. В общем, так. Вы можете валить, куда хотите, а я остаюсь здесь. А ты? Ой, простите. Вы что делаете сегодня вечером? Я? А Алексей Александрович у нас теперь занят вечерами. Он ночную смену проверяет. Какую смену? Так, все, хватит. Надоело. Я и есть хочу. Можете везти меня куда угодно, хоть в Москву. Ну, хорошо, хорошо. Таня, я сегодня больше не вернусь. Передай всем, что завтра собрание в 10. Проводить будет Банкратов. С наступающим вас, Алексей Александрович. С наступающим. А что это за ночные смены? Я и сам не понимаю, о чем он. Я побегу. Еще раз с праздником. Молодец, Воронцов. Ой, надо бы ему мужа такой купить, а? Он ему как раз в один тон с самосвалом. Я боялась, что слишком пестрый. Нет, 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 ничего. В самый раз. Начальник издалека будет. Ты четкий. Идет, идет. Все, чуть-чуть. И три, четыре. С Новым Годом! У вас, Дарья, с Новым Годом! Ну, давай, дари. Может, пищевые? Ты покупал, ты и дари. Алексей Александрович, у нас для вас небольшой подарок. Ну, давай. Вот. Это вам от всего цеха. Вот это да! Спасибо! Есть-то какая-то! Спасибо, спасибо! Эй! Хватит нам начальство тереться! Дай-ка я! У-у-у! У-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! Задушишь так! Дорогие мои женщины! Во-первых, спасибо! И спасибо огромное вам за подарок! Спасибо за ваше внимание, терпение! И спасибо за то, что приняли меня таким, какой я есть! Чего вы молчите? Вы приняли меня? Жизнь! Ну вот, другое дело! И пусть я на комбинате еще новенький. Почему новенький у нас и по новей есть? Эй, жалко, что старенькие не дожили. Ну... СМЕЕТСЯ Ты, Левтина, ты свой язык знаешь, куда бы засунула! А что я такого сказала-то? Ну, правда ведь жаль? Ну, жаль, но... Давайте будем надеяться на то, что Новый год принесет всем только счастье. Зин, до конца смены остался час. Давайте все приберем. И можно сегодня пораньше подомогать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вы слышали, что начальник сказал? Давай же быстрее приберем! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Аль, тебе-то что? А что, у Александровича Сваранцовой что-то есть? Да, ты тут при чем? Просто попалась под горячую руку. В Людке все дело. Что значит в Людке? То есть значит. Ты что, не знаешь, за что он ее выпер? Боялся, что засветится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А что? АПЛОДИСМЕНТЫ Ты чего сцену устраиваешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего я не устраиваю. Просто ушла и все. Они меня все ненавидят. И теперь не нужна никому. А меня ты уже не считаешь? Тебя считаю. Правда, тебе я тоже уже не нужна. Со своей норой. Извини. Но я был неправ. Устал и... выпалил, не подумав. АПЛОДИСМЕНТЫ А я решила, что все. Что все? Ну что, ты не придешь, и же больше никак, да? Ну ты чего, птица? Ну как же я без тебя? Знаешь что, ты же, ты же завтра уезжаешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Давай мы с тобой сегодня Новый год встретим. Я к тебе приду после работы. Ой, здорово! Я всё приготовлю, а ты купишь шампанское. Правда, я подарок не успела тебе и никакой купить. Ничего, я ж тебе не придумала. Да это ерунда, зато у меня кое-что есть для тебя. Что? А, это секрет. Давай, давай, щерпчить. Спасибо за галстук. С наступающим, Алексей Александрович! Ну что, нашёл Воронцову? Ты о чём, я никого не искал. А надо бы! Успокоил бы девку, а то набросились на неё всем миром. Да никто на неё не набросился. У Альки язык, как помилован, грязь по фабрике разбрасывать. А Людку всё-таки жалко. Ну вот, а что, если вот Воронцова уволен, не жалко было? Да всех их жалко! Неужели нельзя было лишнюю девку никак оставить, а? Ну вот куда теперь Людка денется? Мужа нет. Работы в городе мало. И куда? Был бы город побольше, на панель бы пошла. Так у нас этой панели отродясь никто не видел. Ты чё, ну какая панель? Да сам и я. Небось полегче, чем у нас целый день. Дын-дын-дын-дын-дын-дын. И платья говорят побольше. Ты правда так думаешь? Если б я так думала, что с того. Я вон по телевизору видела. В старших классах социологический опрос проводили. Кем хочешь стать? Так половину девок ответили. Проституткой. Вот это, миленький мой, того. Зин. Зин. Ладно. Не переживай. Все-то по-любому не станут. Мужиков не хватит. Мужик-то у нас, он ведь не по этому делу. Он, если не работает, так пьёт. Нафига ему баба? А если женится, то штук готовила да обстирывала. А это дело не… Зин, я-то пойду. Скажи только честно. Почему Людка-то, а? Не из Виноградова случайно то, что я сказала? Нет. Правда? Правда. А то я всё думаю, может, ты решил мужскую солидарность проявить, а? Клянусь тебе. Ну, а за что тогда? Было за что. Поверь. Ладно. Ну, ты будешь звонить? Почему я? Это твоя идея. Ну, ты даёшь, Оль. Гуляем где? У тебя. Хозяйка кто? Ты? Не знаю. Понимаешь, ему до этого или Игорь, или папа звонил. Ольга сейчас в Москве, родители в Крышаэле. Так тебе сама жизнь диктует. Мне кажется, родителям это может не понравиться. Чьи им? Моим. С чего вдруг? Он же твой брат. Да я сама никак не могу понять, как они к нему относятся. Ну, он, с одной стороны, вроде родственник, а с другой… Не понимаю. Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Ну, он не член семьи. Ну, не наш, в общем. Оль, какая разница? Ваш, не ваш. Мы же его не замуж зовём. В общем. А так, вечер провести. Ну, да, в общем. Он тебе нравится, что ли? А может быть и нравится. Ну, а что ты смотришь? В конце концов, чем он хуже того же Игоря? Ну, не знаю. А то я знаю, Оль. Ничем не хуже. Звони. 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 Привет. Это кто? Нет, не узнал. А, привет, Оля. Что случилось? Да ничего не случилось? Нет. В смысле, случилось? У нас тут просто тусовка наметилась. А и что? Ничего. Я тебя приглашаю. Придёшь? Ну, что? Не знаю. Мнётся что-то. Да-да-да, Лёш. Так как? Да, все те же, что вчера будут. Кроме Игоря. Спасибо за приглашение. А во сколько? Прямо сейчас. Ты знаешь, у меня, наверное, вряд ли получится. Просто сегодня очень занят. А, жалко. Может, всё-таки сможешь? Попозже. Да нет, вряд ли. В следующий раз. Пока. Пока. Ну что? Да говорит, занят очень. Может быть, в следующий раз. Следующего раза может и не быть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА С наступающим! С наступающим! Ну вот. Мы опять вместе. Разве может быть по-другому? Нет, Лёшенька. Не может. Я же тебе подарок всё-таки купила. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ух ты! Нравится? Очень. Ну, честно говоря, я другую хотела купить. Но у меня на неё денег не хватило. Дурочка ты, Наташка, разве в этом дело? А в чём? То, что это первый подарок от тебя. Второй? Что-то я первой не припомню. Первым была я. Это точно. У меня тоже есть для тебя подарок. Вот. Мобильник! Мобильник! Тише! Мобильник! Какой навороченный! Да. В этот раз мне хватило денег купить. То, что я хотел. Ты о чём? Да. Так, вспомнил кое-что. Не важно. А что важно? То, что здесь. Записан. Один номер. Твой? Мой. СМЕХ Вот зачем я домработницу отпустила? Ты же говорила, что она всё приготовит. Так приготовила. Убирать-то кто будет? А ладно, не сломаешься. Я тебе помогу. Зато никто родителям ничего не скажет. Это да. Слушай, так что он тебе сказал? Кто? Лёша кто? Я же тебе говорила, дела у него. Саша. Ну скажи, у тебя с ним что? Что-то было, да? С ума сошла? Что было-то? Ну я же видела, как ты на него смотришь. Ну смотри, и что? Кому какое дело? Слушай, все вы гуси вот такие, а? С виду симпатичные, а ума... Знаешь что, дай мне свой телефон, пожалуйста. Ты же говорила, что тебе ему звонить неудобно. Ой, ну когда это было? Знаешь, мне теперь уже само интересно. Ну дай. Спасибо. Смотри на меня так вот, я подавлюсь. Ты так смешно ешь. Смешно? Быстро. Просто очень голоден. Сейчас я это доем, и мы с тобой шампанское пить будем. Ты же говорил, что все будет как в новогоднюю ночь. И что? Шампанское нужно пить за Новый год. А у нас только оно и есть. Вот мы сейчас под него проводим старый, и будем с ним встречать новый. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Давай тащи, тащи шампанку. Это я. Саша. Я просто хотела узнать, ты действительно очень занят сегодня? А я надеялась тебя увидеть. Почему тебя это так удивляет? Мне просто показалось, что мы с тобой не договорили. Да нет, здесь как раз все в полном разгаре. Я очень этого хочу. Что? Придешь? Ну, замечательно. Давай, пока. А кто это звонил? Дядя. Сергей Николаевич? Представляешь, пригласил к себе. Сейчас? Ну да. У них там семейный обед, и он хочет, чтобы я пришел. Чего терделась? Ну, ты же знаешь, я не могу отказаться. Ну, я ненадолго. На пару часиков. А при первой возможности сразу смотаюсь. Хорошо? Хорошо. Ну, что ты глупенькая. Ну, мы же с тобой собирались как будто бы встречать Новый год. Вот и встретим. Я до этого обязательно вернусь. Ну, просто я думала, что… Я тоже думала. Но все, что не делается, а то делается к лучшему. Ну, не знаю. Я знаю. Вообще-то, в принципе, здесь нормально. А ты куда собираешься после института? Да я особо не заморачиваюсь по этому поводу. К папаше в банк. Это его бизнес? Нет. Он там управляющий. Так что с этим вообще проблем не будет. Ну, тебе это нравится? Да какая разница, чем заниматься? Понимаешь, каждый человек за свою жизнь имеет возможность заработать определенное количество денег. И обменять их, соответственно, на определенное количество удовольствия. Хорошо бы успеть, пока здоровье позволяет мне. Ну, это разумно. СМЕХ Это что, его прямо так спали вредно? Ну, а как? Что надо было сказать? А нам пойдем выйдем, разберемся. Прикольно. А как у тебя с Аркашей? Да, надоел. Сейчас надоел или вообще? Не, вообще пусть будет. Нормальный вариант. А что, не урод, бабла навалом. Ну, и в постели. Угу. Так ты что, замуж, что ли, за него собралась? А почему нет? Ну, время пришло. Пора определяться. Ну, а если он тебе надоест по жизни? Да ладно, рано или поздно любой надоест. Скучно ты себе жизнь распланировала, Светка? Почему? Рационально просто. Рационально. Скажешь тоже? Что ты с ним делать-то будешь, а? На Сардинию ездить? Тот с родителями туда ездил, а теперь с ним будешь ездить. Вот вся разница. Да чего плохого-то? Да скучно это, подруги. Так озвереть можно от жизни-то такое, а? Так а ты что хочешь, я не пойму. Я? Я хочу жеребчика себе зарканить, дикого и необузданного. Отловить его, стоило поставить, почистить, накормить, ну и объезжать уже потом. Ну, ты даешь, Сашка. Приказа будет, если дикий. Отлично, это же самое интересное. Ну, правда. Зато, если его уже потом объездишь, то Верен будет пожизненно. Ну, пожизненно, но все равно надоедет. Это уже другой вопрос, это я решать буду. Но даже если он мне надоедет, то уж точно не так быстро, как этот твой из инкубатора. Саш, ты зачем Лешу-то все-таки позвала? Чтобы Игоря позлить или... Объезжать будешь? Как раз так и разберусь. Значит, что? Нужно оптимизировать карьеру, исходя из того, чтобы заработать максимальное количество денег за максимально короткий срок. Сечешь? Ну, а ты че? Че? Так и будешь торчать в этой дыре? Известно, так и будешь здесь торчать? Почему нет? Я просто еще не решил для себя ничего. Вот это напрасно. Мне нравятся вполне определившиеся мужчины. Да нет, ты не поняла, я тебе объясню все. Ну, если ты разрешишь мне сесть поудобнее. А. Так, мальчики, девочки, я вам тут не мешаю? Очень даже мешаешь. Да понял, не дурак. Ну, я слушаю. Ну, понимаешь, Саша, это фабрика, это только начало. Я там опыт офигительный получаю. Мне бы еще институт закончить, я вообще тогда все что угодно сделать смогу. Вот такой ты мне нравишься больше. А что, были сомнения? Да нет. Я просто не люблю, когда мне врут. Зачем? О ночных сменах на фабрике. Ну, извини, но я просто ничего другого придумать не мог. Я просто рядом с ним себя чувствую не совсем удобно. С Игорем, что ли? Да ну, не обращай на него внимания, он просто тебе завидует. Игорь мне? Ну, конечно. Чего мне завидует? Ну, потому что у тебя есть то, чего у него уже не будет никогда. У тебя глаза блестят. Эй, Леша, Саша, давайте-ка к нам кальян курить. А то эти придурки сейчас все раздымят. Хочешь? Я никогда не пробовал. Пошли. Пойдем. А вот и вы, небесные создания. О, Ромка уже готов. Кто-то казался притащить этот бульбулятор. Не обижай волшебный прибор. Это кальян. Лучшее изобретение человечества. Я тебе, по-прочему, Ромочка принес. Присоединяйтесь к сумасшедшему. СМЕХ Что это у вас там за адское зелье? СМЕХ Это план? Ты что, правда, не пробовал? Да не, я про кальян сказал. А травой курил в Москве был один знакомый таджик. Посерьезнее, попробуй, зацени. Давай. Ну? Ну? ОУООО Ну-ка, ну как, Орел? Ну? Странное ощущение. Нельзя сказать, что однозначно хорошее. А ты в еврейске. И полегчай сразу жстесь. Давай, давай. Давай-давай. Оа! Герой! СМЕХ А, красавчик! Ну или чего? Что, опять с комбината? Не знаю, заплевать. Ой, что-то я, по-моему, улетела. Слушай, ты далеко не улетала, а то до новых годов не вернешься. А что, вина нет больше? Глубаю, ты же целую потолку уговорил. Да на кухню еще есть, сходить? И седе я сама принесу, ты как? А, я нормально. Давай еще танцевать. Что со мной танцевать? Ром, пойдем? Ну, пойдем. Ползи ко мне, вы слезы спрашиваете. Я наверх, я, по-моему, там ключи выронил. Смотри, не ранее. Привет. Как ты меня нашла? Я же говорила, что у тебя глаза блестят. Ты отключи ты его, наконец. Подожди. Что такое? Мне плохо. Тебе помочь? Ты куда? Тебе? Я... На улицу. ТЕЛЕФОННЫЙ КРИК Опа. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон! О, нет. Гусь говорит. Хотя Гусь говорить уже не может. Гусь говорит. Гусь говорит. Гусь говорит. Поехали! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ночка! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О! СТУК В ДВЕРЬ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я бы сделала, а на что? Ага, сразу закипел. А это точно, Наташенька. Не на что. Ну, ты дома. Заскучилась страшно. Слышь, мать, может, я того, этого, в магазин смотаюсь? Чего это вдруг-то? Ну, как что, праздник все-таки? Дочка приехала. Не волнуйся, пап, я все привезла. Даже то, зачем ты сбегать собираешься. О, видишь, мать, изображает. Молодец, дочка, спасибо. Ну, ладно, пойдем, а то замерзла же. О, это что такое? Телефон, что ли? Это мой. Твой? Мой, мой. Ну, вы идите в дом, я вас догоню. Ага. Алло. Иди, пап, иди. Ага. Наташ. Наташ, алло. Я слышу. Понимаешь, птица, тут такое дело получилось. Там у дяди… Ну, в общем, я… Я знаю. Как знаешь, откуда? А что ты так испугался? Да почему я испугался, не испугался? Ты что знаешь-то? А то, что ты забыл обо мне, Лешенька. Забыл? Да ты что? Как такое говорить можешь? Алло, Наташ, ты слышишь меня? Алло. Да, я слышу. А что я должна говорить? Что я прождала тебя всю ночь как дура? А ты даже не додумался мне позвонить? Ну, я понимаю, ты прости меня. Дело в том, что когда я пришел к дяде, ну, выяснилось, что… Слушай, а давай сейчас приеду и все тебе объясню? Не надо. Почему? Потому что я уехала. Как уехала? А, ты и это забыл. Я у родителей в Дьяково. А, ну да, конечно. Новый год в семейном кругу? Зря ты так. Мы могли бы встретить его вместе. Ну, так возвращайся, ты успеешь. Ты правда хочешь, чтобы я вернулась? Конечно. Я не знаю. А я все равно буду ждать. Музыка. И съемка. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, доброе утро. Я за тобой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А теперь поиграем в Деда Мороза. СМЕХ 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 А ты смотри, вот эта красота. Я, блин, как раз под мою щетину. СМЕХ СМЕХ Да на твою щетину коса нужна. СМЕХ СМЕХ Ой, красотища-то какая. СМЕХ Ой, спасибо, доченька. Спасибо. Ну, вот зачем столько денег надо было тратить? СМЕХ Ну, что я? СМЕХ Кое-что осталось. На, держи. Ой, спасибо, доченька. Я не знаю, как бы мы просто концы с концами без тебя сводили. Ну, ладно. Ты себе-то оставила? Не волнуйтесь, оставила, конечно. Да сколько мне нужно-то? Ну, нужно, не нужно. А телефончики мобильные, я смотрю, завела, а? Кто звонил-то? А, так, подружка. Ой, подружка. Подружка у тебя здесь была. В город сегодня за подружками поехала. Так, что ты буровишь? А где что? Что я сказал? Девка, она у нас красавица, хоть куда. Ну, ты там с парнем познакомилась? С кем там познакомишься-то? На работе-то, считай, одни девчонки. А сходить некуда, городок небольшой. Ну, что-то небольшой, а перспективный, как пишут. И виной всему тому ваш комбинат. Толковый, видно, у вас хозяин. Это как его без фанели. Гусев. Гусев, точно. Ну, не Гусевы все. Толковые. А то. Вон у нас в мастерской. На минутку отойдешь, все расставишься. А это, понимаешь, за границей селит, а фабрика работает. Как за границей? Так, за границей. Вон. В Куршавель какой-то. В Куршавель. Это где дочка? А что такое-то с тобой, Наташенька? Ты вроде как побледнела все. Что? Нет, ничего. Так. Устала просто. А, так пойди приляг. До Нового года-то еще времени много. Да. Еще есть время. Наташа. 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 Дочка. Наташа. Вот так. Ух ты. Теперь ты давай. Да куда ж, у меня после вчерашнего до сих пор руки трясутся. А я с тебя переживала. Убежал, не объяснился. Надо, думаю, проверить жив ли еще. Сейчас проверю. Вроде живой. Молодец. Ну и как тебе удовольствие? Нравится? А как же. Спасибо. Это он папа придумал. Чтобы вне сезона тренироваться. Ну и в ретиживание за то, что я без его ведомости это затеяла. А когда они возвращаются? Сегодня мы вечером будут. Встретим Новый год, а потом и до самого Рождества здесь останутся. Только что увидитесь еще. Хотя тебя им показывать еще рано. Это почему же? Ну, для этого нужна специальная обстановка. Папашка-то у меня компанийский, а вот с мамой могут быть проблемы. Таракана у нее в голове. Хочет меня пораньше замуж выдать. За Игоря? Ну, этот у нас лидер желтой майки. А вот на всех остальных мужиков она смотрит с большим подозрением. А что, есть еще претенденты на поведу? Претенденты есть. Только вот кому приз достанется, неизвестно. Ну, что смотришь? Стреляй. Только смотри, не промахнись. Постараюсь. Теперь вы, мадам. Ну, уж я точно не промахнусь. Черт! Ой, а куда это ты собралась, дочка? Мам, ты только не обижайся, но мне в Лиговск надо вернуться. Как это вернуться? Ты что, утюг что-то включенный оставила? Оставила. Господи. Я любовь там свою оставила. Любовь? Появился, значит, парень-то с комбината. Так ты поэтому от тетки-то съехала? Да. Ну и что же? Он ходит к тебе, что ли? Да нет, нет, мамочка, не волнуйся. Смотри, девка. А хороший хоть парень-то? Хороший. Дурной только. Ой, ты знаешь, это они все такие мужики по жизни, дочка, и вообще плохо соображают. Руками, если что, да. Головой нет. А как зовут-то? Алеша. Алеша. А ты чего сразу-то не осталась? Так вам же пообещала. Ты извини, но мне действительно туда надо. Тебе виднее, если решила, поезжай. Спасибо, мамочка. Погоди. Вот, я для тебя тоже подарочек. Привет. Что это? Куда? Вот после Нового года и посмотришь. Выходи мне к ней. Ну, узнаешь. Я для тебя давно это припошла. Все ждала, когда время придет. Ну, видно, вот оно и пришло. Спасибо, мамочка. Ну, иди, иди собирайся. Ну, иди, иди собирайся. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наташа. Ты? А что ты здесь делаешь? Тебя жду. А как ты узнал, что я... Пойдем в дом. Замерз очень. А что стоишь-то? Новый год скоро. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Надо шампанское разлить. Да, надо. Смотри. Пять. Четыре. Три. С Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Мне нового не надо. Мне бы старое не потерять. Прости меня, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хочешь, я тебе расскажу про вчера? Ну, расскажи. Я напился. Напился? Ну, да. Не, я понимаю, что это нехорошо, но... А с кем не бывает в конце концов? Угу. На обеде у Сергея Николаевича? Ну, не совсем и... Ну, надо думать, что не совсем. Потому что Сергей Николаевич в Альпах отдыхает. А ты откуда знаешь? А какая разница? Ну... С кем ты в таком случае напился? Ну, понимаешь, мне же Ольга тогда позвонила. Ну, с приглашением на обед. Угу. Я и купился. Я-то не знал, что Сергей Николаевич уехал. Угу. Я прихожу, а там полный дом незнакомого народу. И все уже такие хорошие. Ну, а чего ж ты сразу не ушел? Да собирался, а потом подумал, что неудобно. Неудобно что? Да нет, я понимаю, что это глупая шутка и... Но ты пойми, я не мог встать, взять и уйти. Там же все гусевские знакомые. И я для них такой же гусев, как и Игорь и Ольга. Ну, и вообще мне это нужно. Зачем? А зачем, что никто не знает, как жизнь сложится. И кто и когда тебе будет нужен. Ну, смотри, у Аркадия отец банкир. У Саши сенатор. Вообще, такую возможность нельзя упускать. Угу. И по этому поводу ты напился, да? Они еще говорят, выпивки мало, давайте кальян забьем. Ну, а я вообще эту вещь не люблю. А Саша, это кто? А... Это дочка сенатора, я же говорил. Я потом виски выпил, но я думал, полегчает. Ну, и как? Полегчало? Долбануло, так? Да. Я даже не помню, как удрал. От кого? Да от всех. Я вообще ничего не помню. Как домой пришел, как на кровать рухнул. Я же с утра только звонок твой увидел. Угу. Ну, прости. Я попробую. Я попробую. Знаешь, мне почему-то казалось, что ты именно сегодня скажешь мне что-то очень важное. Угу. Ну, что же я могу сказать новым? Я, по-моему, все самое важное уже сказал. А ты желание загадал? Нет. Все равно не сбудется. У меня пока сбывалось. А может, моего желания на нас двоих хватит? Что ты загадала? Не скажу, а то не сбудется. Что это? Подарок от мамы. Что-то интересное? Нет. Ничего существенного. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алексей Александрович, с вами будет говорить Сергей Николаевич. Таня, а что, он приехал уже? Да, он из дома звонит. Соединяем. Алло, Алексей. Это Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич. С приездом и с Новым годом. Спасибо, Леша. Как дела? Да, нормально. Ну, слава Богу. Слушай, Леша, ты на Рождество уже приглашен куда-нибудь? Да нет, никуда. Ну, хорошо. Тогда я жду тебя у нас на обед в субботу. Сбор гостей с трех до четырех. Спасибо. Правда, на этот раз домашнего уюта не обещаю. Мероприятие такое, знаешь, слегка официальное. Будут члены совета директоров, мэрия, ну, в общем, местный деловой бомонд. Ну, все, Алексей. До встречи. Жду. До свидания. Я не понимаю, что происходит? А что, собственно говоря, происходит? Я пригласил твоего брата к нам на обед. Хочу познакомить с нужными людьми. Ты что, против, что ли? Против. Конечно, против. Я вообще не понимаю, зачем его надо знакомить с нужными людьми. По-моему, образуется совершенно необязательно. Достаточно уже того, что он в Сашину компанию втерся. А, вот в чем дело. Знаешь, мне не очень волнует твое отношение с Сашей. Сам разберешься. Ты же не маленький. Да при чем здесь Саша? Ты что, не видишь, что он выскочка? И пользуется своим расположением к нему. Ну, и прекрасно. Я рад, что могу помочь ему. Все время я потерял брата. Да, потерял только потому, что относился к нему. Так же, как и ты к Алексею. Потом я предлагал свою помощь, но всякий раз отказывался. Ну, ладно, это его дело, но он мой брат. И поэтому я хочу помочь его сыну. Тебе это понятно? Понятно, папа, только двое без пафоса. А вот нельзя теперь без пафоса. Нельзя без него. Я пробовал без пафоса, ты ничего не понимаешь. Или не хочешь понимать. Подожди, не перебивай. Ты это поймешь позже, когда у тебя будет своя семья. И не дай тебе Бог, чтобы пришлось ее восстанавливать. Как это приходится делать теперь мне? Ты не представляешь себе, сам позвонил. Я вообще этого не ожидал. Ну, и что здесь такого? Дядю в гости пригласил. Да ты не понимаешь, это не гости, это официальный прием. Там вообще все будут. Страшное дело. Ой, какие мы важные персоны. Важные, не важные, это приятно, черт подери. Я очень рада за тебя. Да я сам за себя очень рад. Слушай, Леша, а туда, наверное, надо как-то специально одеваться. Ну, конечно. Ну, у тебя есть какой-нибудь костюм, кроме того, что ты на работу носишь? А вот и есть. Я же умный, я перед Новым годом себе купил отпад. Так показал бы. Ну, я же потом сюда приду, вот и увидишь. Жаль, что мы его не вместе покупали. Мне было бы приятно что-то тебе покупать. Даже, наверное, приятнее, чем себе. Птиц, ну, это невозможно. Ну, а когда-нибудь это будет возможно. Ну, а тебе было бы приятно со мной походить по магазинам? Леша. Леша. Ну, я вообще сейчас не об этом думаю. Ты знаешь, мне как-то не по себе. Ты чего? Нет, ничего. Просто ты опять уходишь, а я остаюсь. Хорошо. Хочешь, я никуда не пойду. Позвоню и скажу, что не могу прийти. Честно? Очень хочу. Постой. Тебе же это очень важно, правда? Очень. Тогда ты иди, а я буду ждать. Столько, сколько нужно. Спасибо, Птица. Господи. Когда же это все кончится? Не знаю. А кто ж тогда знает, миленький? Кто? Хочешь попробовать приобщиться, так сказать, к джентльменскому клубу? Бери. Настоящее. Спасибо. Собственно, господа, можно считать, у нас сегодня выездное заседание совета директоров. Так что, если кого-то что-нибудь интересует, мы можем оперативно обсудить. Тема-то одна, Сереж, ты сам знаешь, наличие заказов на этот год. А то с немцами-то, видишь, как получилось? Да, с немцами нехорошо получилось, согласен. Но такой форс-мажор предвидеть, конечно, было невозможно. Но было и было. Впредь будем умнее. Хотя потерь значительных мы практически не понесли. И базовый уровень нам удалось, как вам известно, сохранить. Сергей Николаевич, ну хотелось бы роста. Видите, господа, мэру хочется роста. Хотя бы с нас налогов бы побольше содрать. СМЕХ А что вы ржете, господа? Что вы ржете? Ну а как же без денег-то? Школу построили, а чем прикажете ее наполнять? Старыми партами? Стадион городу по зарез нужен. Фундамент заложили, так пацаны на нем в футболы играют. Вот вы, Олег Вадимович, второй срок уже сенатор. Ну, помогли бы как-нибудь родному городу. А ты что, хочешь сказать, что от меня помощи никакой, а? Да нет, я хочу сказать, что помощь-то, она всегда нужна. Ну ладно, Леня, будет тебе помощь, будет тебе и рост. Господа, я во Франции с одним из наших крупнейших оптовиков поговорил. А с кем конкретно мы его знаем? Да знаете, конечно. Но я пока ничего говорить не буду, чтобы не сглазить. Так вот он предлагает перекинуть на нас очень крупный заказ из Прибалтики. Ребята в Евросоюз вступили, так дорого стало. Ну что ж, поздравляю. Обидно, конечно. Только сократились, опять расширятся. А с этим проблем не будет, Олег Вадимович. Система уже отлажена. А кадровые ресурсы у нас в области, сами знаете, практически не черпаем. Но только не вечный. Я имею в виду, что нам люди просто скоро верить перестанут. Но только они привыкают, а мы их сразу за дверь. Вообще странно. Вы слушаете какие-либо замечания от человека, который еще и полугода на комбинате не отработал. Ну почему же? Нас как раз и интересует свежий взгляд. Господа, напоминаю, это племянник мой Алексей Гусев. Начальник смены в первом швейном. Понятно. Что ты там говоришь, Леша? Я говорю, что наша методика, она не идеальна. Потому что на пиковой нагрузке мы резко расширяем штат. Расширяем штат за счет неквалифицированных работниц. А как только пик проходит, мы их увольняем. Получается, что у нас никогда не будет притока квалифицированной рабочей силы. Разумно. Есть такая проблема. А какие есть решения? Мне кажется, что нужно изменить систему распределения нарядов не только по сменам и бригадам, а с учетом квалификации работниц. И лучшим нужно предлагать переработки. Я, кстати, посчитал, там очень неплохая экономия получается. Я в цехе разговаривал, и все работницы, они не против. Интересная идея. Надо бы обмозговать. Извините, господа, что вмешиваюсь в ваше закрытое заседание. Что тебе, Сашенька? Да вот мы решили в клуб поехать. Попутчиков ищем. Хотим праздник продолжить. Ну, я так понимаю, что приглашают не нас с Олегом. Молодежь, вы как? Я пас. Знаю этот клуб. Ну, а что делать, если в этом городе это единственное приличное заведение? Ну, значит, понятно. Мы Игоря из списка молодежи вычеркиваем. Леш, ну ты, надеюсь, поедешь? Разве можно отказать, когда такая дама приглашает? Да мы вообще-то не договорили. Ну, не волнуйся. У тебя еще будет возможность договорить. А вы знаете… Алексей, мне очень понравилось ваше предложение. Ну все, папка, потом, потом. Ладно, нас там ребята заждались уже. Мне очень приятно было с вами познакомиться, Олег Владимирович. Все, пошли. До свидания. Всех с Рождеством. Всем пока. Смышленый у тебя племянничек-то. А мы тут давно коньяхом балуемся. Ну где вы так долго? Так радоваться должна. Нас нет, а ты одна. С двумя мужиками. Да мужики эти задолбали уже своей проспотой. А мы, между прочим, с общественно важного мероприятия. И господин Гусев у нас доклад делал. Да ты что, Лех? Не хотелось бы напрягаться в последний рабочий день. Ой, мне так не хочется уезжать отсюда. Да не парься, не хочется не надо. Давай к нам, на комбинат. Да, и мы тебя устроим. Давай, Ромша, я и мотористы первый парень. А сколько ты платить будешь, а? Ну, для начала тысяч пять-шесть. А это в ябре или в долларах? Это рублей. Да вы что, охренели? Я здесь уже гораздо больше отставил. Рома, все, халява не прошла. Возвращайся домой, сдавай сессию. Тогда все, отрываемся по полной. Извини, это чтоб на всю сессию хватило. Алло. Извини, я не могу сейчас разговаривать. Нет, еще не закончился. Я думаю скоро. Я не слышу тебя. Что ты говоришь? Здесь плохо слышно. Зато мне хорошо тебя слышно. Я говорю, это у вас там кто? Мэр? Или сенатор так оттягиваются? Слушай, а ты не хочешь как-нибудь ко мне в Москву приехать? Да мне, собственно, по-любому туда ехать надо. У меня сессия начинается. Ты мне так и не сказал, в каком университете учишься? Ну, не в таком, как ты, конечно. Обычная контора, но зато диплом гособразца обещают. Что еще надо? А какой факультет? Экономический. А кто тебе звонил? Да, парень один с фабрики. Я обещал к нему заскочить. Представляешь, у него Рождество, еще и день рождения. Ну, повезло же. И что, пойдешь? Да надо бы. Честно говоря, уже пора. А то, боюсь, за столом никого живых не заставит. Ну, иди тогда. Не хочется. Ну, не ходи. Неудобно. Ну, тогда иди. Только поцелуй меня сначала. А ничего, что нас вы увидите? Да плевать! Ладно. Ты извини. Я позвоню тебе. Не сменеваюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет! Ну, прости, что так поздно. Ну, я не мог. Никак не мог уйти раньше. Он же не просто мой дядя, он в конце концов... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой, начальник. Ну, что я, собственно, объясняю, ты же... Сама тебя понимаешь. Насчет музыки ты напрасно иронизировала. Там же не только одни старики были, там вообще все танцевали. И ты? Что я? Ты тоже танцевал? Конечно. Не сомневаюсь. Это же, наверное, так весело. Танцевать со всякой дрянью. Ты что такое говоришь? Тебе кто право-то дал? Ты мне дал право! Тихо! Чего? А мне плевать! А хочешь, я тебе скажу, с кем ты танцевал? С той самой Сашей, про которую ты мне так мило рассказывал? Когда это я тебе рассказывал-то? Да я... Если бы ты мне ни слова не сказал, я все равно бы знала, что это она. Потому что я женщина! Я люблю тебя! Я каждую минуту знаю, что ты делаешь, что ты чувствуешь! Да? И что я сейчас по-твоему чувствую? Ничего. Ничего. Ничего, Лешенька, ты не чувствуешь. Ну? Ну, не надо. Ну, не плачь. Конечно. Куда мне в деревенщине с этими столичными штучками тягаться? Там, наверное, одна кофточка. Кстати, столько, сколько все, что я за свою жизнь переносила. Ну, разве в этом дело? И руки, наверное, с маникюром вот таким. И пахнет, наверное, от них так, что голова кружится. Кружится, Лешенька, голова. Что ты такое говоришь? У тебя самое нежное... Ну, не нужно. Не надо, Саш. Не надо! Что? Как ты меня назвал? Как? Ты меня назвал Саша? Тебе показалось? Нет, мне не показалось. Ты меня назвал Саша. Уходи. Ты... Уходи. И мои предварительные расчеты показали, что при осуществлении этой схемы можно без увеличения штатов достичь рост объем производства до 30%. Ну, что ж, это интересное предложение. Прошу задавать вопросы. Я понимаю, что отсутствие необходимости нанимать новых работниц – это само по себе неплохо. Но с точки зрения бизнеса стоит ли это все задевать, если нет прямого экономического эффекта? Ну, а почему же нет, Игорь Сергеевич? Я же говорил, что при этом достигается экономия фонда заработной платы. И все-таки хотелось бы увидеть цифры. По моим предварительным расчетам от 15 до 20 процентов в зависимости от характера заказа. Ну, это еще более серьезно. Если, конечно, эти цифры не взяты с потолка. Расчеты перед вами, вы можете их легко проверить. Скажи, Леш, простите, Алексей Александрович, а как это на практике будет? Я поначалу организовал бы экспериментальный цех, в котором опробовал бы методику и довел бы ее до ума. Так, еще вопросы будут? Если нет, спасибо, Леш, ты можешь быть свободен. Большое спасибо. А мы... А что мы, Олег Вадимович? Будем думать. Спасибо, все свободные. Алексей Александрович! Мне надо с вами поговорить. Надо? Поговорим. Зайдите ко мне. Леша. Ты уже целую неделю не приходишь. Я жду, жду. Ты сама меня выгнала? Ты ведешь себя так, как будто это я во всем виновата. А кто я? Я же тебе сказал, что я оговорился. А ты начала Саше то, Саша сё. Меня просто вырвалось. Просто так ничего не бывает. Даже это бессмысленный разговор. Леша. Ну, не надо так. Ты приходи сегодня. И мы спокойнее обо всем поговорим. Ну, ты пойми, я сколько угодно ждать буду, если надо. Ну, успокой меня, скажи. Скажи, придешь? Не получится. Мне в Москву надо ехать. Зачем? Ты знаешь, университет. Университеты? Ночами не работают. Или в Москве все не так? Это опять начинает. Слушай, Александрович. Ну, позвонил бы ты нараскрой, а? Что случилось? Ну, чего опять они лекалы запоролят? А, я сейчас сам тогда схожу. Я надеюсь, Воронцов, вы меня поняли? Все, я пошел. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я надеюсь, что я не могу. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Понятно. Ну, а что тут у вас происходит? Ну, у нас заботы попроще. Хотя весна тоже пора горячая. Заказов полно. Только успевай поворачиваться. Так, а с экспериментом что решили? Будем цех открывать? Ну… Ну, мы же договорились, что подумаем. Вот мы и думаем. Ну, мы же не договаривались, что вы 4 месяца будете думать. К тому же кандидатура на начальника у вас есть. Ты во о ком, Олег Вадимович? Надо отдать ему цех. Что значит дать? Ну так. Назначить начальником третьего швейного. Пусть экспериментирует. А нет, давайте заберу парня к себе в Москву. Начальник цеха – это ответственная должность, которая требует определенных знаний. Послушай, он в конце концов в университете учится. Ну вот, в Москве ему будет учиться удобней. Договорились? А вот уж нет. Не надо сманивать у меня кадры, господин сенатор. В конце концов, комбинат этот и тебе в жизни пригодится. Хорошо. Хорошо. Я ведь только поохотиться приехал. Вот именно, только на уток, а не на моих родственников. Сдаюсь. Вечером жду у себя. Хорошо. Пока. Ну и что ты собираешься делать? Я? Собираюсь назначить Алексея начальником экспериментального цеха. Привет. Дружный коллектив московских таксистов рад приветствовать тебя в столице нашей родины. Куда едем? Не знаю. Ну, садись. Как дела в университете? Полный порядок. Значит, жизнь удалась. Полный? Это надо отметить. Обязательно. Может, тогда ко мне? Мам. Породители. Они еще в Викосе. И что же мы будем делать? Корак. Кофейку попьем. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что? Теперь можно и кофейку. Сделаешь? Попробую. КОНЕЦ 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 Ну что, разобрался? Неа. Конечно, это тебе не экспериментальный цех. Вот кнопочку видишь? Али-а. И все. Слушай, я не рассчитывал на такое простое решение. Зря. Чем дороже техника, тем на большего идиота она рассчитана. Ну, извини, не соответствую. Ты что, обиделся? Нет. А почему загрустил? Просто жалко, что это все так мимолетно. Почему? Потому что ты в Москве, а я в Лиговске. Ну, это пока. Что значит пока? Ты, насколько я знаю, не собираешься бросать университет. Да и мне нужно быть полным идиотом, чтобы сейчас уйти с комбината. Слушай, насчет идиотов, мне кажется, мы уже разобрались. Ты не соответствуешь. Ну, вот видишь? Я вижу. Я не понимаю, что тебя держат в этом Лиговске? Ты действительно не понимаешь? У-у-у. Ну, смотри. Я на комбинате не проработал года. Уже начальник цеха. Экспериментального цеха. А дальше? А дальше еще пару лет и меня возьмут в бизнес. А делать что? Что? Трусы шить? Ну, во-первых, не трусы, а рубашки. Во-вторых, дело, если оно приносит доход, всегда останется делом. Да и других вариантов у меня пока нет. Есть. Откуда? Ты очень понравился моему отцу. Ну, и что? А то, что это прямая дорога в столицу. Скажи, а я только твоему отцу нравлюсь. Нет. Есть еще люди весьма заинтересованные. Наташа тебе звонит. Сейчас я с ней поговорю. Я слушаю. В Москве. Сегодня последняя электричка. Хорошо. Хорошо. Я приду. И кто же это, Наташа? Теперь уже никто. Наташа, послушай. Нет, это ты меня послушай. Я беременна. Субтитры подогнал «Симон» Гусев, в деле имеется показание врача-гинеколога областной больницы Рузавина Петра Ивановича. Весной Воронцова была у него на приеме. Рузавин утверждает, что вы были вместе с ней, и Воронцова представила вас как своего мужа. Ваша честь, я прошу вызвать Рузавина в суд в качестве свидетеля обвинения. Прошу заметить, что у господина Рузавина нет в списке свидетелей. Ваша честь, я полагаю, что показания Рузавина очень важны. Поэтому прошу суд разрешить вызвать этого свидетеля. Не надо его вызывать, я все сам расскажу. Просто тогда я думал… Гусев, я напоминаю вам, вы имеете право не свидетельствовать против себя. А что ж тут против? Вы же не мысли судите, а поступки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон» Наташ, ну… Успокойся. Хочешь яблоко? Лёш, не надо со мной, как с дурочкой. А ты что, умная, да? Я вообще не понимаю, как это случилось. Что ты имеешь в виду? Ну, как что? Я не хотел. Значит, это я, да? Да какая разница? Случилось, случилось. Ну, а что, что, Лешенька, не радуешься? Что-то я… Я радуюсь. Ну, конечно, радуюсь. Просто как-то неожиданно ей. Совсем не кстати. Нам теперь этого вообще никогда не скрыть. Зачем скрывать? Ну, как зачем? Неужели ты не понимаешь, что всём теперь конец? Рабочий, учёный. Да жизни нашей здесь теперь конец. А что в ней хорошего-то? В жизни. Ну, может, оно и к лучшему. Ну, где мы отсюда, как хотели? Куда? Да куда угодно. С тобой, Лёшенька, мне всё равно куда. Да. И как ты себе это представляешь? Ты пойми, что жить нормально, детей рожать, деньги нужны. Только-только на ноги встал. А теперь… Что? Да. Теперь всё по боку. Давай подождём, а? Ну, за минуту подождём. А может, ещё нет ничего? Есть, Лёшенька. Ему уже больше месяца, точно. Я ведь тебе не говорила. Тоже думала, вдруг просто задержка. Чёрт. Хорошо. Я сделаю, как ты хочешь. Я дура. Да? Ты? Я самая лучшая. Только ты, Лёшенька, помоги мне. Я ведь что делать не знаю. Спросить-то мне не у кого. Я ведь даже маме своей сказать не могу. Только… Что? Я не хочу, чтобы аборт. Я боюсь. После этого ведь, говорят, детей может больше не быть. Никогда. Почему никогда? Почему никогда? Да хорошо. Я всё спрошу. Я всё узнаю. Не волнуйся. Мы всё сделаем. Может, ещё и утрясётся сама. Нет, Лёшенька. Он не утрясётся. Знак есть. Какой? Ну, мне не яблоко хочется, а огурчика солёненького. Ужас, как хочется. Вот сколько раз я тебя туда звал, а? А ты всё кабинался. Сколько не допил-то, а, начальничек? Да ладно тебе. Замотался просто. Ты же сам знаешь, цех новый, дел полно. Знаешь что, Лёха, дел всегда полно. Нельзя, чтобы жизнь проходила мимо, понимаешь? Нужно бежать по жизни под бой барабанов и визги-сирен-попутчиц. Правильно, Ильд? Кстати, как у нас насчёт попутчиц? Ты о чём? Какие попутчицы-то? А чё ты испугался-то? А чё ты испугался? Ха-ха-ха. Я про девок. У тебя ж цех такой. Там место очень горячее. Да вот именно горячее. Да с этими бабами у меня не проблема. О как! Ну, давай, давай, давай. Калися, чё там у тебя? Ты чё, чё, я дурак, что ли? Ха-ха-ха-ха. Вот тот друг мой в Москве. Там проблема. И чё за проблема? Подруга залетела. Ну и что? Что, в Москве таких вопросов не решают, что ли? Такой отсталый город, что ли? Ну, сделала аборт, все дела. А чё, без аборт никак нельзя? Телята столичные. Нет, ну, конечно, можно и без аборта. Он, кстати, Нинка, земляничка, всё махом сделала и без врачей. Как? Ну как? Как? Что-то там лопнула и всё рассосалась. Ну как это? Ну ты чего, не знаешь, что ли? Самопроизвольное прерывание беременности. И выкидыш. А где взять-то у старух? Нет, ну почему у старух? Она в аптеке брала, только не у нас. Куда-то в область ездила. Как отрава-то называется, ты не помнишь? Ещё чего, я и не спрашивал. Чё у меня? Мозги для мусора, что ли? Да ёж. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам что, молодой человек? Я название забыл. А рецепт есть? Нет. Это жене. Ну, надо было, чтобы она вам название, это лекарство, на бумажке написала. Вот молодые люди никогда не запоминают название лекарства. Ну и слава богу. Ну, попробуем угадать. Так для чего лекарства? Для прерывания беременности. Жене. Ну, козлища. Знаю я этих жён. А балуются, балуются. А потом ни о чём не думают, и лекарств им подавай, да? Да ты её лучше бы топором. Григорьевна, мы сейчас сами разберёмся. Сами они разберутся. Да нет таких лекарств. Да вы идите, идите. Знаешь что? Ты лучше себе яду купи и сам его выпей. Ну, что у вас? У нас проблема. У вас? Ну да, у нас. У девушки моей. Ну, вы понимаете, наверное? Ну, наверное, да. Вы только ничего не подумайте. Это она сама решила, не я. Абор делать боится. Говорит, пойди узнаем. Может быть, лекарство какое-нибудь есть от этого. Ну, от этого же в аптеке не продаётся. А мне сказали, что... Ну, значит, неправильно сказали. Я вам сейчас адресочек один дам. Одной специальной клиники. Может быть, там вам помогут. Вот. Может, попробуете рожать? Нет. Извините. Ну, чего? Спасибо. Пожалуйста. Ты что? Плохо мне, Лёшенька. Ты горишь. Совсем. Ой. Ты температуру умерила? Йод. Зачем йод-то? Выпила. Девчонки в Дьяково говорили, что помогает. Выкинуть помогает. Если срок маленький. Ты с ума сошла? Ты с ума сошла, ты. Ой. Лёша, уйди. Куда? Уйди скорее. Мне стыдно. Меня я вырву сейчас. Потерпи. Потерпи. Тебя сейчас в скорую вызывают. Зачем, Лёшенька? Зачем? Потерпи. Да, да. Так. Разместите так. Алло, скорая? Рябиновая, дом 2. Женщине плохо. Да откуда я знаю, что с ней? Плохо ей очень. Что вы расспросами своими... Потерпи. Потерпи чуть-чуть. Там скорая подъехала. Они тебе помогут, а... Я сейчас. Лёша, не уходи, пожалуйста. Побудь со мной. Конечно, я не ухожу. Я только дверь открою. Не надо. Там соседи, они сами. Я не ухожу. Я сейчас. Я вернусь. Добрый вечер. Ну, что с вами, девушка? Плохо. Тошнит. Съела что-то. Язык покажите. Ну-ну-ну. Угу. Позвольте. Рвота была? Да, была. Сильная. Я устала от этого. А вы не беременны? Нет. Скажите, вас как зовут? Воронцова Наталья Сергеевна. Запиши, Федь, работаете где? На лиге. На лиге. Наталья Сергеевна, нам с вами надо будет в больницу поехать. В больницу? Вы одна живете? Одна. А сказали, мужчина звонил. Это не он нас на лестнице чуть не сбил? Это сосед. Я сказала, чтоб ушел. Ты, видите? Быстро ушел? Да. Быстро. Ему на смену. В ночь надо. На смену? Ну, хорошо. Федь, готовь зонт. Зонт? Ну-ну-ну, не волнуйтесь. Мы сейчас сделаем промывание желудка, а потом сразу поедем в больницу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. О, здравствуйте, Алексей Александрович. Здрасте, Геннадий Борисович. Ну что, прошу? Пожалуйста, проходите. Ну, как вам? Нравится? Ну, устраивайтесь? Спасибо. Да не за что. Мы для вас все новое заказали. Вот, кресло. Не кресло, а трон. Вот. Присаживайтесь. Ну, как вам? Удобно? Ну, это я позже пойму. Да. На конторку-то совсем не похоже на нашу. Ну, постарались, конечно. Чего только не сделаешь для нового руководства. Предприятие свое, семейное, так сказать. Вот Гусев АА. Геннадий Борисович, ты меня не узнаешь вообще? Или с кем-то сейчас другим разговариваешь? Ну, как же, узнаю. Постепенно. Угу. Ну, тогда кое-что я хочу сказать тебе сразу. Если я когда-нибудь кем-нибудь стану, к моему семейному положению это отношения иметь не будет. Понял. Извините, я без стука. Завал нас, Александрич. Здравствуйте, Геннадий Борисович. Привет. Извинения, Геннадий Борисович. Ничего, я побежал. Ты... Проходи, Семь. Что случилось-то? Как что? Ты с кем эксперименты собираешься ставить? Работать некому. Валюха в отпуске. Будякова в понедельник только выйдет. Минину я вчера на Раскрой перевела. А сегодня Воронцова не вышла. Что там с ней случилось, не знаю. Да ничего страшного, я думаю. Ну, это ненадолго. А тебе-то откуда знать, надолго или ненадолго? Ну, а что могло случиться? Весна! Простудился человек. То-то и оно, что весна. Загулял, не беру... Так, ладно, Зин, заболел, скоро появится. Ты, в общем, так, ты... Ты Раскрой останови, там задел уже есть. И переводи всех на линию. Два дня погоды не сделают. Чего стоишь-то? Давай, иди команду, я через пять минут буду. Что делать-то? Что делать? Наташа! Ты что, обиделась? Ну, не злись! Мне на тебя злиться, сил нет. Даже врачей не дождался. Как ты мог? Я был там рядом, я... я все видел. А если б я умерла? Наташа, ты что... ты чего? Я не верю тебе теперь. Ты меня одну оставил. Значит, привыкать теперь придется. Чему привыкать? Знаешь, а я справлюсь одна. Больно, конечно, будет тяжело, но ничего. Боль она тоже проходит. Я тебя не оставлял, и я тебя не оставлю. Давай к тебе пойдем. Ты отдохнешь. Мы... мы обо всем поговорим, и... А ты больше не боишься со мной ходить? Наташа, ты же знаешь, я не могу иначе. Леш, не ходи за мной, ладно? Я все решила. Это же, конечно, детали. А в целом уже сейчас можно сказать, что через месяц цех выйдет на полную мощность. Молодец. Я ничего другого не ожидал. Теперь можно не сомневаться. Схема надежная, выдержит. А что, разве кто-то сомневался? Ага. Ну, были некоторые. Это у нас дела семейные. Да, кстати, как у тебя дома-то? Да нормально вроде. Отец по-прежнему студией своей занят. Мама счастлива, но у нее хлопот прибавилось. Настя уже второго ждет. Вот это дело. Я тоже внуков хочу. Да видно, пока не судьба. Племянник сына на повороте обошел. Ну, что вы, Сергей Николаевич? Да, ну что ты так засмущался? Я в ваше дело не вмешиваюсь. Женщины – существа сложные. И сами решают, с кем им быть. Не хотелось бы мне, чтобы из-за этого у вас с Игорем отношения портились. Он у нас парень с амбициями. Ну, Леш, ну ты будь поумнее. Поговори с ним, как мужчина с мужчиной. Я попробую. Если, конечно, он захочет говорить на эту тему. Захочет, захочет. Но вы братья. Это для меня главное. И не надо повторить ошибки своих отцов. Хорошо, Сергей Николаевич. Ну, ладно, иди. Да, погоди. А кто такая Вороншова? Не знаю. Вот это плохо. Не ожидал. Работниц своих нужно знать, Алексей Александрович. Вороншова Наталья. Что там у нее стряслось? А почему вы спрашиваете? Она ко мне на прием записалась. Я думал, ты в курсе. Нет. Если вы хотите, я сам разберусь. Да, да, я сам справлюсь. Иди. Танечка, что там у нас? А здесь документы на подпись срочные. Вороншова. Давай сначала бумаги на подпись, а потом попроси Вороншова. Хорошо, Сергей Николаевич. Ну, иди, Алеша, работай. Музыка. Может, я на минутку? Что происходит? Ты что задумывала? У меня нет другого выхода. Я же тебе сказал, я сделаю все, чтобы тебе помочь. Мне? Нам. Хорошо, нам. Почему ты мне не веришь? Потому что ты меня не любишь. А ты? Что я? Ты любишь, поэтому хочешь разрушить мою жизнь. Нет, не хочу. Что тогда? Я запуталась. Наташа, пожалуйста, не спеши. Воронцовы, заходите, вас ждут. Спасибо. Вы знаете, да? Я потом. Я передумала. Я побегу, у меня там смена заканчивается. Хорошо, что я тебя застал. Завтра с утра переводи двоих на упаковку. Я смотрю, у тебя там целые горы образовались. Как ты хотел-то? Коробок второй день не хватает. Мы же за делом идем, вот они и не успевают. Так, ну, насчет коробок я со складом договорюсь. Ладно. А люди? Что ты все заладил одно и то же? У нас в цехе больше ста работниц. У всех высшая квалификация. Что тебе еще надо? Да она, может, у них и высшая. Только мозгов-то им явно не хватает. Тут не мозги, Зина. Тут руки нужны. Да уходят от нас руки-то, Александр Ильич. Куда уходят? Ну, вот и я хотела бы знать, куда. Сегодня ко мне Воронцова приперлась. С заявлением об уходе. Я ее в шею. Так она от начальства побежала. Я с ней поговорю. Поговори. Завтра двоих на упаковку с утра. Ну, ладно, ладно. Придумаю что-нибудь. Зина, что вы ему сказали? Я сказала, что у тебя нет мозгу. И про заявление тоже сказали. Сказали. Ну, зачем же вы? Кто вас просил? Да что? Ну, ими, не орешь-то, а? Вы что? Я что тут должна в тайны мадридского двора играть? Извините, я не хотела. Не хотела ты. По барабану мне, хотела ты или не хотела. Орать не надо. Ладно. Если не уволишься, ты завтра с утра на упаковку выйдешь. Ладно? Ты что-то какая-то бледная. Да нет, просто, жарко. Жарко. Можно? Заходи. Почему там в приеме ты мне ничего не сказала? А ты меня не спрашивала. Не спрашивала? Я уже черт знает что подумал. Я же тебе сказала. Я все решила. Ну, почему? Почему к дяде? А к кому? К тебе я не могу. Зина мне отказала. А тут я подумала, что ведь он может все сразу. И куда ты ехать собралась? Еще не знаю. Домой мне нельзя. Уеду куда-нибудь. Ведь где же люди живут? Да. Там в больнице я спросить тебя хотел. Зачем ты это сделала? Ну, Ют, зачем? Я же тебе сказал, что я все придумаю. Я хотел тебе помочь. Чтобы быстрее. Ты видишь, все как по-дурацки получилось. Тебе просто нужно было меня дождаться. А мне страшно было. А тебя все нет и нет. Ну, я же тебе обещал. Я знаю. А потом сбежал. Я там в больнице подумала, лучше мне уйти и не мешать тебе. Потому что видеть тебя каждый день здесь, на фабрике, делать вид, что между нами ничего нет, потом ждать ночи и ложиться спать одной. Нет. Не могу. Зачем я тебе? Такая. Какая? Беременная. Наташа, не нужно делать никаких глупостей. Мы с тобой обо всем договорились. И если не получится с лекарством, придумаем что-нибудь еще. Я не знаю. Ну, и что ты собираешься делать? Наверное, останусь. Мама. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, алло. Я пойду. У нас все будет хорошо. Да, я слушаю. Леш, ты придешь сегодня? Нет, мне сегодня в Москву надо, а потом обязательно. Хорошо. Я буду ждать. Да, привет. Лешенька, родной мой, как ты там, а? Хорошо. Леш, новость у нас. Настя родила. Да. Три двести, Леш, хорошенький такой. Знаешь, на тебя похож немножко. Леш, может, ты сам приедешь, а? Попросила бы дядю. А хочешь, я сама ему позвоню, а? Отец позвонит, смеешься, что ли? Я уже сколько раз спросила его. И ты сейчас там самое время им помириться, уперся ни в какую. А, конечно. Конечно, работает. Спектакль уж у него скоро. Приедешь, Леш, а? Да. Хорошо. Ждать будем, Леш, давай. Ага. Леш, ты питаешься там нормально, скажи? Молодец. Молодец, Лешка. Ой, все, я уже побежала. А то, что меня Виталик Настин заждался, наверное. На машине, да. Одно слово, что у машины так, тарахтелка на колесах. Да ездит, ездит. Ну, все, пока. Целую, Леш. Пока. Пока. Наконец-то. Соскучилась уже. Я звонил. А я не слышала, орут все. Ты не одна, оказывается? Ну, извини, так получилось. Отец в Испании с мамой, а я Аньке проболталась, она всем остальным. Ну, а дальше вы сами знаете. Так, может, я пойду? Да ты что? Нет, пойдем. Да как-то это... Мне поговорить с тобой нужно. Да, конечно, поговорим. Я их скоро выгоню. Да что с тобой? Ты без меня одичал совсем. Что случилось? Ничего. Ну, хорошо. Расслабься, пойдем. Давайте в баржи забьем. Ну-ка, смотрите, кто пришел. Здорово. Здорово. Ну что ж, Венек, делмастер, что пить-то будем? Сейчас решим. Тут у Сашкиного папаши полно экзотическую питья. Хотя я в чем это? Мы, честно говоря, предпочитаем простое пиво. Чего я вам себе? Пиво в Лондоне напьешься. Мы с Ромкой едем на языковые дни. Папам, пошел. Ага. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Да бросьте вы! Ну, что там делать в этом вашем Лондоне? Дождь, холодрыга. Я люблю на солнышке погреться. Я лучше на острова, к южным морям. Ой, не говори, Леха. А ты был на Карибах, кстати? Нет. Нет? Ну тогда рекомендую. Синее море, песочек, пляж и девочки. Зачем ему девочки, когда у него их в цехе сто штук и все влюблены без памяти? Не бери его. Опа! А что это мы разнервничались? Действительно, Сашура, это тебе надо нервничать. Правда, Леха? А? Так куда ты в отпуск собираешься? Ну, куда? Мне Лиговск нравится. Родину любишь. Вот и беда-то. А я Гавайи люблю, Мальдивы, Сашелы люблю. Ну, в общем, все, что подающее от нашей природы. Ха-ха-ха, так. А чего так? А что не так? Там тебе все? Теннис, фитнес. Боулинг, роуминг, дресс-код, белый теплоход. Ой, моя, это замолчите хоть на минуту-то, а? Ха-ха-ха. Так, тишина, тишина. Госпожа Земская будет произносить тронную речь протеста. Ой, дурак-то, Аркадий. И вот Леша молодец, он прав, ведь действительно у нас в Лиговске красота. И все по-настоящему. А там что? Отель пятизвездочный, все включено, скукота. Почему тоска? Там тебе море, солнце, что тебе еще надо? А самое главное, полное отсутствие нашего быдла. Ха-ха-ха. Ну, действительно, если тебе это добавляет адреналина... Для адреналина лично тебе, Саш, очень советую. Остров Бали. Там делают фантастический эротический массаж. Ой, мне за этим никуда ехать не надо, у меня есть свой специалист. Поделись, Сашенька. Мне давно такой нужен. Хорошо плачу. Русские массажисты денег не берут. Аркаша, это тост. Да запросто. За лиговских мастеров, которые умеют не только шить, но и мять. Ес. Так, Леша, Саш, вам что нагабать? Все равно. Ага. Так, я решаю, мы будем пить текилу. Леша, смотри. Наливаешь. Соль. Лимончик. И раз, два, три. Можно. Молодец. Давай, смелее. Я тебе помогу. Не надо. Я сам как специалист. О-о-о. 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 Подожди, ты куда? Как куда? На фабрику. К быду. Счастливо надраться. Что ты себе позволяешь? Это мои друзья. Поздравляю. Если хочешь, есть с чем. Они отличные ребята, и мне с ними хорошо. Я вижу. Ты злишься, потому что завидуешь. Я завидую. Да, завидуешь. Никто не виноват в том, что у тебя нет богатых родителей. Но ты пойми, они в этом тоже не виноваты. Да, у них все есть. Причем с рождения. Это как в гостинице. Все включено. И шмотки, и машины. И нечего из-за этого на них злиться и тем более хамить. И не надо показывать свое пролетарское происхождение. А я не из пролетариев, Саша. Просто мои родители вовремя отпилили себе кусок от пирога. Не сумели. Или просто тупо не захотели. И ты теперь намерен продолжить семейную традицию? А что ты молчишь-то? У тебя есть выбор? Да? Какой же? Либо попытаться стать другим. Таким же, как они? А я не вижу в этом ничего плохого. А если я не сумею? А не сумеешь, тогда и у нас с тобой ничего не получится. Я ведь такая же? Все включено? Да. Я подумаю. Леша. Леша. Что? Сколько сейчас времени? Скоро пять. Как пять? Что случилось? Ничего. Ты же хотел, чтоб я пришёл. Хотела. Какой колючий. И холодный. Как ты себя чувствуешь? Сейчас уже лучше. Слабость только. После работы пришла, сразу в кровать залезла. Давай встану чайник поставлю. Ты что? Лежи. Ты. Глупая моя. Любимая. Родная. Как же это ведь? Никого-никого на этом свете нет. Ближе, чем ты. Слышишь? Никого. Какая же ты красивая птица. Все хорошо. Лёшенька. Я думала, что ты меня бросить хотел. Ты что? Ты что такое говоришь? Ты мне не бросишь? Скажи, Линя. Нет. Ты меня правда любишь? Ты не потому обещаешь, что у нас ребёнок будет? Нет. Ты меня правда любишь? Ты не потому обещаешь, что у нас ребёнок будет? Гусев. Чего же вы на самом деле хотели? Избавиться от ребёнка или избавиться от Воронцовой? Ваша честь, я же сказал, я никого не собирался. Ваша честь, я полагаю, что ситуация с ребёнком не могла не привести к охлаждению отношений моего подзащитного и Воронцовой. Борис Львович, я задала вопрос подсудимому. Я не понимаю, Гусев. Вы хотите нас уверить в том, что любили женщину, которую заставляли избавиться от ребёнка? От вашего ребёнка? Ну, господин прокурор, я задала вопрос подсудимому. Прошу прощения, Ваша честь. Если жалеть, значит, любить, то я любил её, как никогда раньше. Нет, так было жалко, что всё как будто оборвалось внутри. Поверьте, я хотел избавиться не от неё. Я хотел избавиться от всего этого. Опять дрожишься. Ну, что это? Я узнавал и сделал всё за полчаса. Ты даже не почувствуешь ничего. Через три дня вернёшься в Лиговск. Я приезжать тебе буду, а потом… Ну, вдруг не будет никакого потом, Лёша? Уснула, здорово. Ну, мы же решили. Нет, это ты решил. Ну, не сердись. Мне страшно просто. Наташа. Ну, тысячи женщин делают это. Миллионы. Ну, чего тут бояться? В конце концов, я же тут, я рядом. Не знаю. Это есть и нет тебя. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ВСКРИК Давай. ВСКРИК 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 Он или она, ещё не понятно. Срок маленький. Поздравляю. Всё нормально. К нам пока рано. Встанете на учёт своей консультации, будете наблюдаться. А если захотите рожать у нас, добро пожаловать. Приезжайте… В конце сентября. Я не хочу. М-м-м. Замечательно. Отлично родите в Лиговске. Я не хочу рожать. Так. И почему же? Я учусь. Заочно. А где отец? Тут в коридоре сидит. Вы про это… Он тоже учится. У нас нет ни денег, ни квартиры. Мы снимаем. Понятно. Теперь послушай меня внимательно. Всё это ерунда. Рожать надо. Родители поддержать могут? Нет у нас никакой поддержки. Ну и ничего, справитесь. Не вы первые, не вы последние. Так учиться же надо. Надо. А ты как думала, что всё будет так легко и красиво? Легко детей делать. А дальше потрудиться придётся. Я не могу. Мы решили уже. А вот оно что. Мы решили. Это кто? Ты и тот, который в коридоре сидит? Надо рожать. Я потом. Попозже. Попозже может не получиться. А вот родишь, никуда он от тебя не денется. Я тебе дело говорю. Никуда не денется. Я подумаю. Ну, подумай, подумай. Если не то придумаешь, глупостей хотя бы не натвори. Приходи к нам, сделаем аборт. Цивилизованно. Противопоказаний у тебя нет. Можешь, конечно, в Лиговске сделать. Но первый аборт – это всегда опасно. Лучше всё-таки у нас. Спасибо. И не реви. Умойся. Иди и думай. Алло. Нет, не на Мальдивах. Нет, в Москву я в ближайшее время не собираюсь. Работы много. Да вот представь себе. Ко мне приезжать тоже не надо. Ты же тогда сказал, что у нас ничего не получится. Значит, не получится. Нет, а на что мне, собственно, обижаться? Ты хочешь, чтобы я изменился? А как? Извините, я больше не могу разговаривать. Ну что? Когда? Никогда. Врач сказал, что мне нельзя делать аборт. И это билы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова